Количество зараженных коронавирусом в Чувашии превысило 1 тысячу на 8 мая. По данным сайта stopcoronavirus.rf, 1018 случаев, из которых 68 за последние сутки. 175 человек выздоровели, летальных исходов по-прежнему 8. В Канаше вахтовым методом работает дополнительная бригада скорой медицинской помощи. 6 мая завершилась первая смена, 4 медика и 2 водителя работали посменно 8 суток. Специализированная бригада оказывает помощь жителям Канажского, Урмарского и Янтиковского районов. За эти 8 дней бригада выполнила 37 выездов к пациентам с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19. И сегодня прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавируса. В Доме правительства обсудили эту тему. Большая часть зараженных COVID-19 в районах в Ядринском. Там инфицированы 78 человек, что в 4 раза выше, чем в среднем по республике. 32 из них отслеживают по Е-локации через смартфон. Из 32 за эти выходные 26 нарушили режим. Это очень большой показатель. Всего в Ядринском районе за это время работала одна мобильная группа. Количество выписанных протоколов об административных нарушениях – ноль. Количество выписанных актов – ноль. И была проведена разъяснительная работа по отчетам района. Коснулось 150 человек. Олег Николаев призвал строже контролировать соблюдение режима самоизоляции и ношения масок. На сегодня республика обеспечена средствами индивидуальной защиты и лекарствами на два месяца. Поставки продолжаются. Достаточно и специального оборудования для лечения коронавирусных больных. На сегодня, буквально на днях, поступили еще 10 новых аппаратов по линии Минпромторга. 10 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Они уже распределены и работают на базе больницы скорой медицинской помощи. Буквально на днях еще ожидаем поступления еще 20 единиц аппаратов искусственной вентиляции легких. Врачи круглосуточно следят за состоянием пациентов. К счастью, число выздоровевших увеличивается. Чтобы удержать положительную динамику, власти еще раз напоминают, в период праздников необходимо соблюдать меры безопасности, избегать контактов и, по возможности, оставаться дома. Уважаемый глава администрации, акцентирую внимание очень жестко на следующей ситуации. Если у кого-то запланированы какие-то мероприятия к 9 мая, которые предусматривают либо скопление какого-то количества народа, либо возможность провоцирования, я бы так выразился, скопления вот так вот абсолютно несанкционированного количества населения, требование отменить, прям вот немедленно отменить. Межмуниципальные перевозки не прекратятся. Правда, из-за большого числа заразившихся в Ядринском и Янтиковском районах, движение автобусов там могут приостановить. Остальные же перевозчики обязаны получить электронный пропуск. 9 по 11 мая Министерство транспорта Чуваши планирует организовать работу с перевозчиками по обеспечению выпуска автобусов по маршруту по расписанию будних дней с учетом соблюдения вместимости транспортного средства загрузкой пассажиров не более 50% и с увеличением количества автобусов согласно реестру межмуниципальных маршрутов. Весеннему призыву быть на заседание комиссии военкоматы призывников начнут вызывать с 12 мая. Отправка войска со сборного пункта намечена на 20 мая. Всего в армию пойдут около 1300 жителей региона. Все призванные и направленные в войсках граждане должны пройти тестирование на отсутствие заражения коронавирусной инфекцией и недопущение заноса данной инфекции во все органы военного управления, в том числе военный комиссариат. Хочу доложить о том, что взаимодействия со всеми заинтересованными структурами, органами и организациями в данных вопросах установлены. Критических каких-то проблем не существует. Сейчас готовится план постепенного снятия ограничений после 11 мая. Будут учитываться три главных показателя. Прирост новых случаев заболевания, наличие койко-мест в больницах и охват тестирования граждан. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.